Субтитры сделал DimaTorzok 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 чистый, чистого некоторого субъекта. Он получил этого чистого субъекта. Так, все, точка. Больше ничего. А дальше он любит все как? Если у него есть ясное и отчетное представление, что он истинный субъект, то с помощью этого критерия он может выбрать из идей истинные идеи, и идеи иллюзорные. Дальше он пытается найти еще одну некоторую сущность в мире. То есть, понимаешь, да, пусть вещей нет, тут нет глаз, которым я смотрю, пусть нет рук, которыми я смотрю. Сомненно, есть то, что я это делаю мыслью. То есть, идея следовательно существует. Да мыслью следовательно я существую. Чистый наш декантовский ход. Обычный, простой, элементарный. Вот, отлично. Получил от чистого субъекта, чистого я. Теперь ты должен сделать следующий ход. Ты пытаешься обосновать существование предметов, находящихся в мире твоего мира. Еще раз говорю, он не обосновывает его через Бога. Обосновывает через Бога? Как он их обосновывает? Он обосновывает из того, что я является истинным, он обосновывает, что я может вывет на основе своей истины. Я в том смысле не являюсь истинным, просто он получил некое понятие «я». Оно что такое – быть истинным? Это означает быть реальным. Когда я мыслью следовательно существую, это означает, что я реально. Я точно такая же истинная идея, как и идея Бога. Я так не думаю, я просто полагаю, что мысль есть «я», и следовательно «я» существует. Я мысль, и следовательно «я» существует. Я сомневаюсь, и следовательно «я» существует. Я, поскольку, насколько я могу сомневаться в бытии вещами. Весь мир никуда не делся, он только отошел в группа, правильно? Он только отошел в состояние задержки. Из этой задержки как он выходит? Критерием? Нет, теперь я, значит, не могу ничего сказать о существовании предмета. Предметы есть, но сказать о существовании я ничего не могу. Почему не могу? Да ничего не могу. Ну, критик ты, это, трактати, критерием отбора есть. Получается, наоборот, у тебя вещи существуют, поскольку я их мысль. А то такой смысл бытия продаётся вещам? Нет. А какой? Такой продаётся смысл бытия. Ты про это и говоришь, что раз ты обосновываешься на субъекте, вещь существует. Почему? Потому что я её... Она точно так же существует, если Бога нет, она не так же существует, как и существовала. А как она до этого существовала? Я повторяю ещё раз. У тебя был некоторый предмет... А что ты с другой стороны дали? Как Бог обосновывает бытие вещей? У тебя был некоторый предмет, сущность бытия которого не прояснена. Теперь ты для себя проясняешь, пытаешься прояснить сущность... Это не сущность, а бытие которого? Бытие, да. Способ его бытия, чтобы смысл его бытия не прояснен. Ну, просто изначально. У тебя есть интуиция, что вещи существуют, некоторые первоначально, смысл его бытия, другими словами, не прояснён. Ты для себя это дело проясняешь. И в этом результате, оказывается, что существует некоторая субстанция, в которой заключенное собственное существование это я. Почти как Бог, да? Почти как я. Мысль самого себя, то есть сомневаться, таким образом доказывает собственное существование. А смысл бытия всех вещей, оказывается, состоит в том, что вещи существуют по той простой причине, что я это мысль. Нет? Нет, именно так. И вот такой замечательный Бог. Поэтому ему нужен Бог, только для той простой причины, чтобы постараться объяснить и концененность этих вещей. Нет, а если мы можем, просто предположим. Сейчас мы как бы рассуждаем без Бога. Тогда что? Нельзя доказать, что вещь. И получается, ты можешь предать вещам смысл только такой? Вещь существует настолько? Нет, ну вот Бога допустим нет. Оставим Бога. Тогда что? Вот мы рассуждаем по плану эти карты. Не можем прийти к тому, что вещи существуют сами по себе? Да, не можем, да. Да ну это глупость. Не можем прийти, что вещи существуют сами по себе. Они изначально существовали сами по себе. И это доказывается простым этим, сходом того, что мы не властны вещам. Отчасти ты прав в том, что у него есть вторая, как ты знаешь, вещь по... Не только мы с вещами, но и вещь протяжённая. Понятно? Понятно, да? По поводу вот этого самого Декарта? Непонятно. Что непонятно? Ну непонятно. Но допустим Бога нет. Мы рассуждаем без Бога. Да. Получается нельзя доказать, что вещи существуют. В первоначальном ходе этой вещи, ты полагаешь, ну у него есть где-то своя обратная лазейка. Ты можешь доказать, понять трансцендентность вещей по в том основании, что они являются глухой протяжённой. Я тебе объясняю. У него есть притеки. Он говорит, что на самом деле... А что притеки является ясной, а что это его представляет? Ясно-четы в это есть. Это есть такое, что если здесь ясно-четы. Я этого не понимаю. Вот как я объясняю, что на самом деле Бог ему не нужен вообще. Понятно? Но сам я тебе немного провоцирую. Я знаю, для чего ему нужен Бог. Я бы хотел уйти для тебя. Потому что ты на самом деле считаешь, что Бог упомощен в бытии в ящи. Я так не считаю. Да. В бытии в ящи обоснует ясное и чёткое представление. То представление, которое отличается от сна. Вот сон это не ясное и чёткое представление, да? Он же говорит, что на самом деле вдруг всё сон. А ну вы скажите, что если ясно и чёткое представление, то это не сон, но это является критерием истиницы. А на самом деле, если вдуматься, помнишь, что он еще говорит? Я сомневаться могу даже в математических доказательствах, потому что Бог может быть обманчивым. То есть, Бог ему нужен для того, на самом деле, чтобы мы, чтобы наша логика была истинной. То есть, есть два варианта, есть две вещи, в которых сомневаются дикат, которые неродноположны. Первое, это вещи, сомневаются в бытии вещей, то есть, скажем, в пассивных случаях. А во второе, он сомневается, на самом деле, что наша логика может привести нам у нас к правильным результатам. Что может быть, Бог обманчивый, он создал такую логику, что мы не всегда ошибаемся. Так вот, для того, чтобы оправдать логику, для того, чтобы можно было из логики делать выводы, нужен Бог. Рассуждение следует, следует чем угодно. Я для этого Бог не нужен. Нет, посмотри, вот когда первое «я» получается, да, которое очевидно и достоверно, оно получается не из логического рассуждения, а из опыта. И из опыта рефлексии получается первое «я». Ну, Стас, ну ты прям, кто-то перед камерой скажешь. У вас точно не догонится. Это дело не вредно, что мы едем, что-то по себе надо. Смотри, тогда первое «я» обосновывается не из логических рассуждений. Когит и Эвгерсум – это не логический, да, это просто констатация. Это рефлексивная констатация. А чтобы ему дальше двигаться, чтобы доказать на самом деле, что можем теперь отсюда делать, что «я» может быть критерием истинности, и чтобы вообще перенести к каким-то рассуждениям, ему нужно, чтобы был Бог, который правдит, который создал такую логику, в которой мы не можем ошибаться. И он доказывает бытие Бога в том отношении, что Бог не является обманщиком. Если Бог не обманщик, мы можем дальше спокойно рассуждать, что наша логика, а именно, прежде всего, у него же есть свет разума, как называемый, да, что в свете разума мы не ошибаемся. Вот для этого мы можем Бог. А где вещи остаются на откуп уже… В том смысле, что-то уже представление. В том смысле, что Бог не нужен, логика сама по себе, либо верна, либо неверна. Если бы она неверна была, мы бы не могли жить. Логика, она без абсолютного, она к Богу никакого отношения не имеет. Для нее даже нет необходимости ее оправдывать. Вот смотри, представьте, вот ты сомневаешься. Как свой класс, как свойство осознания. Вот если мы сомневаемся в логике, как мы докажем это обратно, что логика является системой? Да мы ей пользуемся. Нет, 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 нет. Вот мы делаем, что такое сомнение? Это же не логический акт. Вот я сомневаюсь. Я решил во всем сомневаться. Просто я во всем сомневаюсь. Здесь логики пока нет. Но я нахожу, на самом деле, среди этого общего сомнения, нахожу нечто реальное, нечто истинное. Я. Как я дальше могу двинуться, если у меня нет логики? Правильно. Но это же предпосылка. Но Бог-то здесь нет. А Бог для чего нужен? Бог нужен для того, чтобы эту предпосылку оправдали. Что Бог ее создал? Нет, что Бог на самом деле правдив, что Он нас не обманывает, математические доказательства, строгих рассуждений, что Он нас не обманывает. Но это все дело касается сочетойности. То есть что получается по логике? Мы сомневаемся в бытии, потом через это сомнение в бытии получаем число субъекта, потом получается, ты что говоришь, Бога, и Бог нам позволяет число и четливо воспринимать мир. Потому что Бог-то, как оказывается, в смысле к стойности не отмаганного. Слушайте, а если мы с помощью логики строим теорию, а теории совпадают с опытом, разве это не является подтверждением того, что... Так и является, но мы сейчас о философии же говорим, Декарта конкретно, а не просто о страхах. Не знаю я, я про опыт ничего тебе не могу сказать. Просто у него есть проблема получить некого чистого субъекта. Много у нас чего намешано, и хочется получить чистого субъекта. То есть Декарта хочет построить некую философскую теорию наподобие математической теории, где, грубо говоря, все строго. Из чистого субъекта надо изначально, изойти из какого-то начала. И он этого чистого субъекта... Но для этого надо как сделать? Надо взять все предпосылки и подвергнуть сомнению. Да. Но это опять часто его понимают в том смысле, что он сомневается в сущности математически доказать. Он сомневается не в сущности математически доказать, он сомневается в их действительности. Это разные вещи. Он не сомневается в том, сколько голов у дракона. Два или две, или три, или одна. А сомневается в том, что существует ли он. Это важно. Нет, я не правильно понимаю. Я же тебе говорю про логику. Он сомневается... Верна ли логика? Когда мы рассуждаем от одного к другому. Верна ли логика? В чем есть дракон-то вообще? Он сомневается в вещах. Вот это дракон. Кто же не дракон? Ее верность и верность оправдывается ею самой. Логикой самой. Верность и логика оправдывается самой логикой. Он сомневается опять-таки. Да, это так. Вот считай себе. Выводами логовой... Нет, я не могу против этого твоего ВТС высказать следующее. Есть и известные случаи нарушения уменьки, болезненные. Допустим, не шизофрения, как это называется? Что это? Говорят, я не проверил на самом деле, что эти люди исключительно логичны. Очень трудно усмотреть, в чем там состоит изъян. Нет, на самом деле нет, нет, это не так. Они не логичны. И изъян там усмотреть очень легко. Просто, так сказать, ты никогда как бы просто не в том, что там трудно усмотреть изъян, а в том смысле, что ты никогда не заставишь этого человека как бы мыслить в соответствии с логикой. И он всегда будет как бы перескакивать куда-то, понимаешь? И ты ему не объяснишь, что это перескакивает. Ну хорошо. Это же не важно. Важно застрицом, что этот человек будет считать, что у него все нормально с логикой. Понимаешь? Ты ему же говоришь, что ты не прав, ты не прав, ты ошибаешься. А он будет думать, что у меня все хорошо. Протключение декарта — это не приключение логики. Может, она и логики, отчасти. Но это, в первую очередь, отключение чистого сознания. Да я понимаю. Я просто пытаюсь объяснить, зачем нужен Бог. Так как? Как того, что существует Бог? Можно Бога убрать. Тем не менее, этот шизофреник, он же не перестанет подумать по-другому, что у него будет Бог. Да нет, мы же... Ваш создает дом, кто... Шизофреник здесь вообще ни при чем. Причем этот шизофреник? Ну, это как пример того, что вот есть другая логика. Да. Ну и чего? Тогда он же тебе не психиатр, он и тут... Мы сидели в своей психиатрической клинике и нашли несколько случаев своих шизофрений. Теперь нам нужен Бог. Не так же? Нет никакой другой логики. Да, нет никакой другой логики. Я согласен. Это удивительно. Это удивительно. Человек будет убежден, что у него все нормально с логикой. Понимаешь? Мы могли бы, мы можем быть тоже так же, но я имею в смысле методического сомнения, мы можем быть точно так же убеждены, что у нас все нормально с логикой, а те же менее... Ну ладно, если бы мы были такими же больными, да, то в принципе, по большому счету мы бы тоже жили как эти шизофреники. Говорится же про Бога-обманщика. Бог-обманщик сделал нас такими же больными. Мы думаем, что у нас все нормально с логикой, а на самом деле мы перепрыгиваем там тоже. Как Стас говорит. Да, теперь этот шизофреник должен сам себе доказать, что он не шизофреник. Ну единственное, мне кажется, что он будет приобретать опыт и все, больше ничего тут нет. Не для шизофреника и опыта не существует. Нет, это не при шизофрениках. Да, это уже правда. Нет, Влад тогда рассуждает все шизофреника, шизофреника опыта не существует. Нет, я аналогию провожу. Причем я шизофреника? Я аналогию провожу. Понятно дело, что нам трудно понять, как может наша логика быть нелогичной, да, неправильной. Но, ведь рассуждаешь же, Декарт, что математические доказательства, несмотря на всю их ясность, могут быть ошибочными в каком смысле? Что Бог обманщик. То есть, логика твоя, как я понимаю. Это не моя логика, мне кажется, что это логика Декарта. Хорошо, логика Декарта в связи с тем, что начать оказаться в некоторых ситуациях в опрошении, получить чистого... А философия, кстати, философия Декарта вообще в понятии кукла-то существует? Не встречал. Можете, как там существует? Ну, она разработанная, очень ее дальний главный. Значит, некоторые просто... Читать очень интересно. Это трудно выяснить, на самом деле. О машине и тело. И там такая машинка такая, знаешь, что он на фоне простых механических этих систем, которые приняты в том... Самое смешное, что я там выгодушить не буду, что тело это машина. У меня тоже самое... Это может быть правильно, но у него машинка она очень простая. Это же не важно, ваш сам принцип, что тело есть машина. Более сложная машина, не механическая, конечно. Такая вот простенькая машинка. Дальше. Он все-таки получает эту ситуацию. Он все-таки... Или давайте попытаемся понять Декарта... Хорошо, это интересно... Кто дует бог тогда? Очень интересно попытаться понять Декарта не так, как вы понимаете, что он сомневается в 2-ти. А так, что он сомневается в существенности вещи, природной математической доказательствой. И действительно он сомневается? Казалось бы, да? Он же говорит о природе математическое доказательство. Здесь не можно вопрос по АБТИ поставить. Или вопрос только о логике. Какие вопросы математической доказательств? Я скажу содержание, да? Да, это содержание, это теорема, что из А следует Б, из Б следует С, следует из А следует С. Но он не только здесь о боге употребляет. Он говорит, что, может быть бог обманщик, только здесь. Да, может быть. Но если действительно Декарта в этом смысле сомневается в что институте. Давайте попытаемся уйти от классического понимания Декарта, когда он сомневается чисто в бытии. Нет, там он сомневается в бытии, в вещах-то. Там не в чем сомневаться в бытии, кроме того. Нет, ну давайте попытаемся, пусть он сомневается в что институте. А как он может сомневаться в что институте? А как? А сколько угодно. Я вижу передо мной, а передо мной дракон. О, это не может быть дракон. Это, наверное, такая коряга, такая передо мной стоит. Или доказательства. Так а в логике вообще не важно, существует А или не существует. Если там только правила перехода между А и Б. Да, это и будет что институте вещи. Сущность числа и двойки состоит в том, что она между единицей и трем. То есть она переход от единицы. Чтойность это когда-то говорит о том, что А это А, а не то, что А в Б. То, что чтойность значит вопрос, что? Что есть вещи? Может, как спросить? Как существует? А можно спросить, что? Нет, у нас у тебя различная. У тебя есть определенность, есть бытие. Есть существование, есть сущность. Вот давайте попытаемся понять Декарта, каким образом он сомневается в сущности. Я в свое время пытался, но не закончил это дело. Я даже, кажется, помню, что имена об этом делали. Я пытался его понять, считал, что сомневаясь в сущности, он сомневается в тем самым бытии, а не в каком-то чистом, абстрактном бытии. Вот так я пытался. А помнишь, что был когда-то давно, год-пять лет назад, в семинах? В бытии он не может сомневаться, потому что... Я не могу сомневаться, потому что я существую. У тебя есть чистое бытие. Чад чистый, и чистый у тебя есть Дракон, и ты в этом Драконе существуешь, сомневаешься. Причем я не могу в этом сомневаться. Снизу ли он мне? Все начинается из меня. Я есть, потому что я мыслю. Все. Я не могу в этом не сомневаться. Нет, это потом. Из этого исходит, все остальные размышления происходят из меня. Нет, у тебя самое... Если я есть, первое, для того, чтобы получить чистого субъекта, полагается, тебе надо сомневаться, принято, сомневаться в какие вещи. Это бы есть, я повторяю, Дракон. Ты к этому Дракону интересуешь следующий вопрос. Не в том смысле, сколько Дракон у тебя голов, две или одна. Это такой вопрос. Это будет вопрос очтойности. А ты теперь, а если ты на самом деле Дракон? Вот это вопрос Декарта, казалось бы, в его классической интерпретации. А если ты на самом деле Дракон? Оказывается, что Дракон-то может его и нет, но несомненно, что есть тот человек, который был след за тобой, да? Который спрашивает, а потом осомневается его у существования. Но несомненно, что даже есть тот человек, который воспринимает Дракона. Раз он такой вопрос задал. Ну, мысль с которой. Да. Который, да, который этот видит, да. Которого воспринимает, который мыслит этого Дракона. Он, несомненно, есть. Дракона-то может быть и нет. А человек, который сомневается в этом деле, есть. Дракона не может не быть, если он его видит, как химера. Да, неважно. Если он будет, неважно, он есть. Но он есть, он есть, как мысль. Да, как мысль, согласен. Да, да. Поэтому никогда не говорят, что нет Дракона. В том смысле, что ему произносит тот или иной смысл бытия. Я всегда так говорю. Тот или иной. Он может сказать, как феномент сознания. Да, как феномент сознания, как мыслимое. Как мыслимое. Можно так сказать. А давайте пытаемся понять Декарту, что он сомневается в этом самом драконе и в математическом доказательстве. Традиционно, он сомневается, а сколько у тебя голов, дракон? Одна или три? Вопрос по математическим доказательствам уже точно такой же. А сколько у тебя математическое доказательство истинности к тебе самому? Что будет тогда? Не совсем понимаю. Ну вот вопрос. Дракон есть. Да, ты спрашиваешь, а дракон ли это в том смысле, что у тебя... Или ты ящерица. У тебя одна голова, или три. Или ты коряга, или что-то еще. Есть же вопрос по чтойности. Я постоянно в одном месте, когда я бегаю кросс в темноте, я все время накалываюсь на другую шель, бегу издалека. И все окажется, что два человека стоят. А бегаю ближе, два столба. Потом, хоть бы если бы один раз такое было, они там в стороны. Всякий раз первая мысль... Ну ты же сбежишь расслабленно, ты же об этом не думаешь. Потому что у тебя. Я им постоянно отвислю вопрос, совершенно индикаторский. Кто ты? Что... Какая у тебя чтойность? То есть я в их бытие, вот этой штуке, которая там стоит, я не сомневаюсь. Я ему отрисую индикаторский вопрос. Я говорю, что такое ты? Человек или... Бревно? А теперь подбегаю ближе. Бревно. А вот давайте в этом вопросе посомневаемся. Что будет тогда, интересно? Закон без ничто. То есть я буду сомневаться в сочтенности вещей. Возникает полное ощущение у меня такое, что ты тоже таким образом доказываешь, что ты не сомневался в существовании. Да? Да. Как интересно. А? Ты возвращаешься к тому, что у себя опять. Да. То есть я сомневаюсь в действительности предмета, человека или что-то еще. Вот насколько я в этом деле сомневаюсь, это доказывает у меня собственное бытие. Это очень интересно. То есть ты можешь сомневаться в существовании, то есть след за булатом, который предлагает сомневаться в математическом доказательстве, ты сомневаешься в природе математического доказательства, но тем самым доказываешь собственность существования. Бац! А в чем разница тогда? Да, это вопрос специально для профессионалов. Он состоит в следующем. Те Я, которые здесь получаются. Один и тот же Я. А кто знает? Второй вопрос. Вопрос о бытии. Он невозможен. Мы можем сомневаться в чистом бытии вещах, а можем сомневаться в уничтожении. А почему мы можем так и сомневаться? Может быть и не можем сомневаться? Почему? Ну вот такая вот титуиция есть. Может быть только вопрос, возможно только в чтойности. Это разговор о статалерах Канта у Геккеля. Нет, ну можно сказать, в любом случае, если я вижу, можно переформулировать так, допустим, если я вижу нечто, как говоришь, дракона, есть ты или ты галлюцинация? Да. Но тогда этот вопрос может перерывать в смысле, что вести, переформулировать, сказать, а что? Ну все равно что-то есть, так это что ты? Ты реальный объект или ты галлюцинация? А не получается ли так, что и в том, и в другом можно сомневаться? Например, выдуманная идея химера, есть ли она может сомневаться? Да, да, это тоже вопрос. А существующий из том, который кажется человеком, человек ли ты, да? Может быть сомневаться можно и в том, и в другом? То есть в принципе, у нас сомневаться можно... Но у нас с остацией получилось... И в стаду чего сомневаться? Сомневаться можно вот этими двумя способами у нас с остацией получилось. Но теперь вопрос остается, что результат этих двух сомнений, вот эта самая кофета дикарбусская или чистое я, оно одно и то же, оно самоотождественно, два разных сомнения, то у тебя совпадают три результаты. Ну да, потому что ты в итоге все равно возвращаешься к себе. Ты задаешь вопросы, ты к себе возвращаешься. Я, например, этого не вижу просто. Как? Так к себе-то я возвращаюсь. Кто знает, может, я возвращаюсь всякий раз. К разному себе. Может, всякий раз к разному себе возвращаюсь. В одном случае, в одном, другом это. Давайте попытаемся этот вопрос... Этот вопрос интересный. Ты думаешь, от предмета зависит, хочешь ждать и сомнения? Не от предмета, а от способа сомнения. Способа сомнения. Может быть, завести... Или нет? Потому что доказать, что они тождественные, я не могу. Ну, в общем, не можешь, наверное, да? Ну, если с этого пошло, мы уже, как еще вспоминать там, предыдущие семена, мы же не можем доказать, что вообще есть некий единичный, так сказать, цель судей. И я, не официально. Ну, вот, интересно. Вот этот вопрос интересный. Или, может быть, возможен уставой вопрос, который я говорю, что, на самом деле, нет чистого вопроса бытии, то есть, классическая философия невозможна, а есть чистый вопрос от чтойности, то есть, вот такой супер материализм. То есть, ты всегда, когда сомневаешься в чтойности, вещами, никогда не сомневаешься в бытии. Ну, предмет, это же есть двух видов. Предмет, это, не говорю, реальный существующий, да, то, что называется вовне, а есть предметы, которые мы сами придумали, ну, значки, меры всякие там, титаны там, не знаю. Ну, это понятно, но даже в титане ты можешь задать ему вопрос по поводу чтойности. Ты ж к такому какому-нибудь. Но, как ты можешь ему задать, если чистая твоя идея? Ну, что, я, что, не могу задать, я запросто могу задать. Сколько-то-то такое голов. Ты только можешь спросить, существуешь ли ты идея. Ну, нет, я могу спросить, сколько у тебя голов, дракон, 4 или 8? То есть, эта идея придумана. Ну, что. Ну, что, мало чего придумано. Мало чего придумано, она может с необходимостью иметь у себя какие-нибудь вещи. Если я буду придумывать треугольник, я могу задать ему вопрос, сколько у меня углов, три или четыре? Ответ три. По определению. Хотя это, безусловно, моя идея. Но я в ней непроизвольный. Некоторые твои идеи непроизвольны, но некоторые твои непроизвольны. И ты об этом знаешь. Может быть, у меня достаточно одно, достаточно треугольненько. Я понимаю, но если мы вопрос так ставим, то надо посмотреть весь спектр разных идей. Есть идеи, которые мы сами придумали. Есть идеи, которые мы придумали, но они непроизвольны. Типа модематически, всякого геометрических фигур. И есть третьи идеи, которые мы извне приходят к нам, и в отношении которых мы уже можем сомневаться, если она вот здесь стоп уже в топом. Как ты можешь сомневаться, если он уже есть? Ну вот стой с вопросом. Нет совершенно пья. Что значит сбиваться в существовании геометра? Я говорю, что... Отдельный геометр понятно. Придумал какую-то там фигуру, куда там... Существует ли она на самом деле? Животное, нарисованное там такое? Да. Придумал. Ну, тем не менее, то, что я ему скажу. А все равно, она и существует. Можешь сомневаться его быть. Да. С другой стороны, ты видишь реальную какую-то вид. Да, там... Ты можешь сомневаться... То, что ты видишь именно таковое, или оно другое? Да. Человек это не делит. Да. Ну, поскольку я в этом деле сомневаюсь об этом, то, оказывается, что я существую. Сейчас же два... По крайней мере, два способа сомнения. Но... А мне просто интересно. А, собственно, кроме того, что я существую, кроме абстрактного бытия, я еще что-нибудь могу сказать? Ну, я мысль, да, я существую. Я мысль, да, я существую. Я мысль, да, я существую. Помимо этого... Ну, у Декарда же ведь тоже нет ответа. Ясное, ячетное представление. Это же вы... Я мысль, это уже не просто абстрактный. Ну, всякие наши переживания, то есть экзистенциалы, ненависть, любовь, всякая прочая, они являются модусами «Е». По той простой причине, что если я люблю, то типа, говорите как, то я в этом деле не снимаю. Просто люблю и все. И ненавижу. Интересно, что... То есть либо я сомневаюсь в том, что я ненавижу. Если сомневаюсь в том, что я ненавижу, то я нененавижу, понимаете, да? Я говорю, я это... Если сюда приносить вот этот разговор о двух субъектах, которые... А где один переживает, а другой, так сказать, генерирует акты, то как раз люблю... Это же уже функции переживающего субъекта. А сомнение, это что такое? Тенционально акты, это акты. Подмышление, это акты. А сомнение, что такое? Да, у него... Это акты или переживания? У него переживания, все равно, любовь, ненависть, они модусы, а это атрибут. Я. Мышление атрибут, я. А все остальные модусы. Это значит для того, что мышление точно акты? Потому что в мышлении у тебя есть ситуация, я знаю, что знаю. Это есть такая вот, это есть комбита. Я знаю, что знаю. Может, таких вещей нет, но несомненно, моё знание нет. То есть я знаю, что знаю. И несомненно, что я знаю, что люблю. Но нет ситуации, я люблю, что люблю. Поэтому как бы статус я мыслю выше, чем я люблю. Это понятно, но если я рассматриваю этот вопрос с другой стороны, как в смысле развлечения двух субъектов... Есть чувствование, есть акт. Нет, есть переживания, а есть акт. И поэтому как бы, люблю, что люблю, потому нет, потому что нет переживания-переживания. Понимаешь? Просто это невозможно. Ну зато есть акты, как бы, да? А акт направленный на акт. Хотя неизвестно с каким успехом акт может быть направлен на акт. Но самое интересное, если субъект раздвоен, наверное, субъекты переживающий, субъекты акты, то на самом деле мы не. То я, которое доказывает декард не может быть субъектом акты. То есть оно не может быть мыслящик, оно может быть только переживающим. Дикат доказывает, что мышление есть, следственно оно существует, а он доказывает, что есть переживания, а про мышление он дойти не может. То есть мышление это акты. Потому что они акты, да. Вот что проблема. Потому что если мы будем считать, что субъект актов пытается доказать свое существование, то вот что получится, смотрите внимательно. Что мышление, конечно, схватывает себя в мышлении, допустим, что это возможно. Но никаким образом невозможно перейти к я, как к причине мышления. Почему? Потому что это уже будет выводом логическим, это уже будет переход чисто логический, а не опытный будет. Нам же нужно получить к я, который бы получалось опытным путем. То есть рефлексия, которая является опытным фактом, а не логическим доказательством. А мы перейти к я, если мышление схватывает себя не можем, опытным путем, а то как путем рассуждения, что есть некая причина мышления, а это уже есть логическое рассуждение. А логическое рассуждение здесь запрещено. Потому что мы еще находимся в начале стадии рассуждения, у нас никакой логики, у нас ничего нет, у нас есть только одно сомнение. То есть иначе говоря, если мы будем основываться на субъекте актов, то мы никогда не докажем, что существует субъект актов. Вот и все. Поэтому он не может основываться на субъекте актов. Но он доказывает, что существует опотетический субъект переживания. А субъект переживания он и так всегда существует. Потому что субъект переживания это и есть то, что мы называем обычной жизнью самосознанием. Он всегда есть. Другое дело, что самосознание это таково, что на самом деле не может быть переживания-переживания Не может быть любовь-любви Переживание всегда одно, оно не направлено ни на какие объекты Есть подозрение на самом деле, что кубик-карта, слово сомнение, раздвоено на два смысла В одном смысле сомнение является интенциональным актом То есть сомнение есть сомнение в чем-нибудь, сомнение есть сомнение в предмете А с другой стороны, сомнение есть переживание, сомнение есть неуверенность некая У него вот это сомнение, слово с мыслью своем двоится Точно так же, как двоится субъект, точно так же двоится это слово Когда надо ему, он использует сомнение как акт для того, чтобы доказать на самом деле, что он имеет дело с мышлением А когда надо ему доказать, что я самоочевидно, он это переходит на сторону смысла переживания То есть сомнение как переживание доказывает оподектичность я А сомнение как акт доказывает, что это есть не переживание, а это есть мышление То есть ему-то нужно доказать, что я мысль Вот это вот я мысль, он на самом деле раздвоен на два Вот это я, который имеет сомнение, он не может мыслить, он только может переживать А мысль это действие субъекта актов У нас получается, что я мысль, правильное предложение существует следующему Я существую, поскольку я переживаю А субъект актов мыслит Но из этого нельзя сделать вывод, что я существую То есть нет, субъект актов существует Я-то существует всегда Субъект актов существует нельзя вывод В общем, последний повод я сказать не могу Но факт состоит в следующем Что мне кажется, как философия получается, любопытным примером того, как на нем можно проработать эту двухсубъектную структуру Мне интересно, когда можно будет сделать круг и обратиться к благословию Потому что субъектная структура, как я уже много раз говорил, есть определенного рода вывод Что все, что сдвоится на земле, творится и на небесах Интересно, как Бог-то раздвоится, не просто любопытно У Бога же тоже можно это раздвоиться Он расстроится вообще У расстроиться это понятно А у кого он должен раздвоиться? Как-то То есть он должен раздвоиться на переживающего Бога и богосозитающего То есть Бог сотворит землю, в том числе, да? Бог генерирует, как генерирующие акты, да? Акт творения отгенерировал И Бог переживающий А что Бог переживает? Бог есть любовь Любопытно просто, на самом деле Ну ладно, я там все к благословию Меня все-таки этот вопрос тоже не забавляет Что-то вам два этих субъекта и один и тот же Если у тебя два разных вопросов То ты получаешь одного субъекта или разного? Да, это тоже вопрос Вопросы просто удивительны, что Самое, что мне всегда поражает Что когда философия сформулирована очень просто А разобраться с ней сложно Вот в философии Декарта наиболее простая философия Можно ребенку рассказать Но на самом деле можно с ней копаться И копается с ней уже столетия Копается и никак не могут разобраться Потому что вот в такой простой философии Столько намешано возможностей То есть сказано все Отчетливо и ясно А разобраться, что же сказано на самом деле Сложно Я хоть такой депутат еще не видел Что он переживание и мышление Возвращался обратно Не совсем то, что он разумевался в классике Так это и есть Я же пытаюсь поучить этого доказать Что классический проект в принципе права Я уже доказал, что кантовский проект Трансцендентальный кантовский Трансцендентальный проект является провальным Это уже доказано Теперь надо к Декарту Но с Декартом сложно У меня нигде все непонятно А я хочу разрушить философию Гегеля Я хочу показать на самом деле Что философия Гегеля Как завершающий этап классической философии Имеет свой предпосыл Которая не рекомендируется И эта предпосылка, которая не рекомендируется Состоит в единстве субъектов То, что есть единый субъект Или дух Как он проходит все стадии Это не ваше сознание Вот это и есть предпосылка классических философий И все на нем держится Я хочу показать это Хочу показать это на самом деле Что если субъект раздвоится Увидеть у Гегеля его ошибку Когда у него на самом деле Этот разводный субъект Он и развалится То есть показать Изначально его предпосылка не едино Смотри, дело в том на самом деле Что Если субъект развален на два То это ведь Если это реальность То она должна проявлять себя И надо войти в философию Гегеля И показать, как она это себя проявляет Как у него на самом деле Происходит подмена понятий Когда Говорится сначала в одном субъекте А потом, когда нужно Подменяется на другой Этот субъект переживания И субъект актов На самом деле Это некоторая подвижность Структура То есть Как они связаны Непонятно Но важно, что на самом деле Есть в неких крайних точках Существенное различие Да, один генерирует акты А другой на самом деле Это находится в переживании В чем разница Акты на самом деле Интенциональные Они направлены на объект А переживания Просто цельные Некие там Проживания Это некий Другой вид опыта Если удастся показать Что у Гегеля У вас происходит подмена понятий Это и будет развал Его системы Я не знаю Можно ли это показать Но мне кажется Что можно Если удастся показать Если субъект развалится То Гегеляская актерософия Просто у него Тартарар рухнет И все Она и так уже давно рухлана Потому что фактически Например, Делес и Глотария Пожалуйста У него же Их шизоанализ Уже просто субъект Там является Некой частностью Там есть машины желания Тело без органов А субъекты Сознания Это уже просто Некие Некие Как бы Ну, своего рода Отдельные машины Другие Какие-то счастности Внутри машины Тело без органов Как раз то Что пишет Глотарий Примерно похоже на то Что я говорю я Примерно Потому что я попытаюсь Подойти к этому строку А у них Это Как бы Они подошли к этому Со стороны психоанализа Психоанализа Утверждают, что есть Это бессознательное и сознательное То есть Тут уже опять же Есть двоица Да? Ну, на самом деле Может быть троица Четверица Это не важно Если есть двоица То там субъект Может сколько угодно Это важно Что если есть два Что если субъект Не един Психоанализа Есть Бессознательное И в сознании Субъекта Получается два Потому что бессознательное Ведь ведет себя Психоанализ Как натуральный субъект Вот athletic Когда ты говорил Как ребенок Ведет себя Потом Он поменял свое мнение И сказал Что он ведет себя Не как ребенок А достаточно Сознательное Существо Это вы меня убедили Что сказали В основном У всех его дети Но никогда Сознецное существо То есть Бессознательная Это самостоятельная Личность Да Получается что бессознательное тоже можно разделить на свое бессознательное и несознательное. Нет, там просто толпа. Я всегда нацелую, что это проходит в двух его случаях. Сознание и бессознательное, но в самом деле там скорее всего толпа. То, что я говорю, когда разделяю двух субъектов, я и говорю о том, что тело, вот тут субъект так-так, это и есть вот эта вот толпа имперская. Что делает субъект? Ну видишь, это опять не тело, это же не тело. Когда я описал ему тело, я ему просто указал, что есть такое различие, я должен был это понять. А вопрос состоял в том, что он должен был понять, что я речь веду-то о субъектах. Ну ты говорил о теле, ты говоришь о теле. Нет, это я ему указал. А он тебе постоянно на это говорит, что правильно говорит. Я не постоянно говорю о теле. Философское понятие тела. Да ладно, я ему это еще раз говорю. Вопрос оставим, ладно, там. Ну ты переходишь на оскорбление, а он тебе говорит, спасибо. Никаких оскорблений, да. Ну вот, там каша в голове у вас, еще там чего-то. Ну не каша в голове, что ли. Я не могу детям объяснять. Ну не переходишь на оскорбление. Я не могу детям ничего объяснять. Мне для этого нет времени. Надо сидеть самому и понимать. Человек ничего не хочет понимать. Ему было сказано изначально, есть два субъекта. Причем есть какое-то тело-то вообще. Ну, я просто примерно хотел показать те крайние формы различия, на которые распадается человек. Что если человек ничего не понимает, то надо указать нечто просто грубое и ясное. Что вот есть различие тела и души. Есть. Есть различие как бы я и тело там, да. У нас это различие есть. Есть бессознательное сознание. Это же просто грубые примеры, на которых надо было понять, что субъект актов и субъект переживания это вот это более тонкая формулировка, почему это различие есть. Вот и все. Из этого различие, только, вот, одно различие указано просто как грубое, для того, чтобы понять другое различие, которое тонкое, которое понять сложнее. Вот и все. И все не может понять, что такое интенция. Ну что еще можно сказать-то? Ну, интенция есть причина. Эта причина является субъектом. Ну, что тут еще можно сказать? По определению она является субъектом классической философии. Бесконечно муссировать это я не буду. Но, в конце концов, сколько можно с детьми общаться? Меня вообще раздражает, когда эти вопросы ставят некорректно. Что-то там хочет, что-то там где-то там прочитал, где-то тело какое-то нашел. Вообще, общее место на самом деле, что классической философии тела нет. Но не в том смысле же, конечно, что, наверное, у них там где-то, я не знаю, философии природы, наверное, там куча тел там просто. Сколько угодно. Но, в всякий раз, когда доходит до федоминологии, и не доходит до логики, никакого тела нет. Все. Приехали. Осталось одно сознание. Да, класс, что там? Да, конечно, там. И я сиди, мне больше делать нечего. Мне это, чтобы он только написать, там потратил пару часов. Мне больше делать нечего. Сидеть с ними днями, вот с детьми разговаривать, что ли? Вот пускай слушают эти ролики. И там пытаются что-то понять. В конце концов, я сколько прожил лет, чтобы я что-то понять. Они хотят просто, чтобы на блюдочке принесли и все разжевали. Мне больше всего поражает его. Вы мне объясните. А что только объяснить? Вот когда-нибудь кто-нибудь задумался, объяснить – это перевести что-то, что сказано на свои термины. На его термины. Да, на его термины. Откуда я знаю, какие у него термины? Как я ему объясню, если… Я могу перевести на детский, конечно, лепетно. Могу перевести. Но будет ли это… Является ли это его терминой? Может, у него еще там ниже уровень, но… Понять можно только следующим образом. И человек сам хочет что-то понять. Если он пытается пробиться и какие-то вопросы задается, с которых видно понимание. Вот там два других человека, они сразу поняли, о чем будет речь. Человек сказал парень что-то. И различаются два опыта – переживание и это, и это… Например, и мышление там, да, и акт. Все понятно, отсюда два субъекта, но я сказал – окей, все правильно, да, рассуждаешь. Именно так и есть. Мне даже ничего объяснять не надо. Человек все понял сам. Прочитал статью и все. Что, больше писать не думаешь, не будет? Потерял клиента, блин? Не буду писать, почему? Не даром он там, как ребенок, с языком там изображен. Наверное, так и есть. Ну все, да. Почему все? Мои вопросы-то не выяснили? Многие выяснили? Не выяснили? Я вам по поводу этих двух различных когита, которые поучились. Покажу вопрос о бытии. Хочу тебе вопрос о себе. А вот не получается ли так, что когда мы задаем вопрос о когита в смысле сущности, результатом является как бы некое единство? Я даже не могу это сформулировать получше. Не какое-то там бытие, как в первом случае, а просто как некое единство. Проблема состоит от существующих каких-нибудь сущностей и устойчиваний? Да, но нам это не важно. Мы сомневаемся с сущностей и получаем опять, казалось бы, нашего самого субъекта. Мы сомневаемся с сущностей. Точно так же там нам было в общем-то не важно, что... По относению к ничему мы сомневаемся. Реально существующие лечения и эхимеры. Нам же было это не важно? Не важно было. И сейчас не важно. С Новым годом. Чего тут молодцы так заорали? На один момент. И тоже здесь не важно, по большому счёту, есть ли устойчивость к существованию. Но я когда говорю об единстве, я как раз хочу сказать, что, может быть, этих вещей-то их и нету, но ты обнаруживаешь субъекта не как некое бытие, а как некое единство, как нечто устойчивое. Ведь устойчивость, как бы, здесь скрывается, оно под соусом или под модусом устойчивости, а не под модусом истинности существования, несомненности существования. Так кажется. Тогда эти два разных субъекта. Я хочу понять, что это один субъект или два разных? У тебя есть два различных способа. Мы со Стасом выяснили, что... Посылает-то один и тот же, возвращается только, что непонятно. Нет, это... Со Стасом выяснили, что сомневаться можно не только в существовании, но и в сущности. Когда ты сомневаешь сущности тем самым, ты доказываешь, тем не менее, существование некоторого субъекта. То есть, некоторое Я. Получаешь, некое чистое Я. Это чистое Я будет то же самое. Мы задавали вопрос, что, в смысле, когда мы сомневаемся не в сущности вещи, а в ее существовании. Или эта вещь будет разная. Вот эта вещь мыслящая. Весь мыслящая. В первом и втором случае она одна и та же, или это две разных вещи? Кто посылает посыл-то такой? То есть? Ну, посыл какой? Посыл-то от чего идет? От кого? Ну, не знаю. Посыл-сомнение от чего идет? Ну, от чего-то идет просто. Сомневаться можно в разных вещах. Или это один и тот же субъект, который сомневается, может сомневаться с двумя различными способами в мире? Так если бы он мог сомневаться только во чем-то одном, разве можно было бы говорить о субъекте? Как тогда получается, что это какой-то мономыслящий какой-то субъект? Ну, а почему нет? Классическая же философия, эти карты интерпретируют в сомнении смысле существования только чисто. Ну, в самом деле, если мы действительно сомневаемся в сущности вещи, еще раз, в сущности вещь, что она есть такое? И оказывается, что, несомненно, есть тот, кто в этой сущности ее сомневается. Ну, что за суть его бытия, которая открывается вопрошение такого рода? О, как Хайдеггер заговорил. Что за суть бытия, которая открывается в субъекту юдазайн вопрошение такого рода? Это нужно отвечать по-халиберски. Не важно, о чем ты спрашиваешь, важно, что и тогда, и тогда спрашивают один и тот же. И тот, кто сомневается в сущности, тот, кто сомневается в самой вещи. Ну, просто предполагать, что еще одного и того же нет. Представляете, ситуация совершенно начальная. Я еще должен получиться. Он предполагает, что, допустим, эта философия Декарта вводит Я. Еще Я нет. Он получает чистого субъекта. Считается, что Декарт первый начал получать чистого субъекта. Он чистил его с этих приходящих мужчин, получил его суть. Когда он сомневается в бытии, он легко получает в бытии, правильно? Потому что он сам не сомненен, и поэтому он есть. Когда он сомневается в сущности, он что получает? То же самое в бытии. 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 Это в некотором смысле акт. Ну да. Я с тобой соглашусь, что субъект получается на основании сомнения, а не на основании сомнения в чем-то. Да? Да. То есть сам факт сомнения, он как бы... Да. То есть ты считаешь, что именно сам факт возможности сомнения, он констатирует субъекта? Да. А не вопрос сомнения в чем в бытии. То есть я тоже делаю деталь. Это разумно. Иначе бы получилось, что существует бесконечное количество этих сомневающихся. То есть у тебя есть негатив, не считая, что... То есть сомнение это не акт, а сомнение это переживание. Что есть негатив. Почему? Ну потому что нет объекта. Нет, объекта есть. Он не существует. Объекта может быть. Он не существует не просто. У вас того вот так говорить, что сомнения в бытии и в сущности это сомнения одного и того же рода. Что это одно и то же сомнение. Только ты можешь сомневаться в держ 2011 started. Как согласна� и тогда создадим тварь characterize офици earth觀asi это Сомневающая 40-5 сомнения. Сомнения это не акт, а а переживание. Тогда сомневаетесь аж или акт, перебеживание. Или акт, перебеживание. Есть сомнения как акт, а есть сомнения как переживания. Сомнения и переживание это неуверенность. Сомнения как акт, не понять что такое сомненьенье как акт, как. Что значит сомневакт? сумму сомнение сомнение тоже является мыслью она не имеет сомнения может быть мы сиэтом и смей могут быть наградиста смысл этом есть а сомнение сомнений а может быть и мы срокомφοthank никакой сомнений это сомневается когда ты сомневаешься вот смотри, ты видишь, давай пример возьмем пример Игорь возьмем, бежишь ты, видишь столб, видишь человека ты в чем, у тебя мыслишь что ли, что человек? или ты просто не уверенно, что просто не уверенно смотришь? что ты делаешь? я как бы, да, спрашиваю, как бы уместно действительно, так сказать, столб или человек? я, может, не произношу эти слова, но тем не менее нет, это кажется да ты просто не уверен восприятия в состоянии сомнения ты не о чем не думаешь? ты не уверен восприятия в восприятии ты видишь что-то, не уверен в нем осpants, что не уверен смотри когда вижу, так сказать ты не уверен с ним когда возникает в soll key мне надо что бывает и подбежишь к реставрау у тебя будет сомнение правда сказал мне надо вот это галлюцинация маленькая но что так вот как бы в плане и причине я даже не успеваю задуматься я потом думаю что это было даже задумался не успеваю не на кота смотришь а думаешь о чем ты там не за ним кота поднимаешь глаза и и что ты такое видишь опускаешься на дуку что второй раз понимаешь ты даже не знаешь что ты увидел просто ты не почувствовал некую неуверенность что что такое странно что не может быть действительно не может быть то смотришь второй раз уже и понимаешь на самом деле что ничего нет но чертей никогда что тебе не мерещили чертей? чертей, да, тебе никогда не мерещись? мне никогда! вот реально вот ты не поверишь не мерещись или нет? в общем оказалось что никакой философии все равно сложная как ни крути самое мне больше обидно что легко формулируемая но очень сложная эксплицируемая философия вот это интересно можно в общем подумать над различием акта и прижорно кстати что интересно он допустим всякого рода вот эти вот патологические ну там не шизофлинии конечно а вот всякие рода там неврозы и прочее там всякие пограничные патологические состояния можно интерпретировать как нарушение связи вот между действительно субъектом актов и субъектом переживаний либо как появление новых как бы связей неестественных добрых нормами быть не белорукой но просто как-то у вас туда не появляется в мозгу формируются такие связи то есть субъект актов это субъект валений, да? субъект актов это субъект валений я пошел туда что-то нечислил не валения а чего? субъект причины и актов действий субъект действий ну то есть вот когда я вот это субъект под действием перемышления понимаешь? а? это есть субъект актов под действием перемышления понимаешь? под действием перемышления понимаешь? да а? восприятие тоже есть субъект от переживания я просто беру что-нибудь и переживаю да ну это переживаю Восприятие во всех его формах действия, а мы, допустим, это самое, как бы там, ну вот... Нет, ну вот действие восприятия у тебя может подключаться и переживать ничего. Но ты же можешь смотреть и переживать одновременно. Например, смотришь, ты воспринимаешь, но с другой стороны сидишь и плачешь, собачку жалко. Птичку. Простой актер состоит, что субъект переживания — это есть способ, каким мы контролируем себя. Воля состоит не в том, на самом деле, что мы себя, как я сказал, причиной валяем. Воля — это не причиняет причину, воля только останавливает. Акты идут, одни акты останавливаются, а какие-то продолжают идти. Все, друзья, а кто направляет акты на то или другую? Вот субъект акта. Ну вот с помощью боли. Ну вот приходит, тетка голая стоит, куда тебе вся акта направится? Если ты не гомосексуалист. Поможешь ей одеться, да? Если ты поможешь ей одеться, ну еще... Ты голодный, ты голодный, вкусная еда режет, куда вся акта направится? Идешь по улице, там, красивые девушки проходят мимо, куда акта направится? Нет, если есть, то есть нейтральная среда. Что? Ну вот это вот. Знаешь, почему люди наедаются на праздниках? Простое представление. Активизация от субъект акта, который что-то хочет туда заглянуть, сюда посмотреть, потрогать, по... И вот завалить его вот еду, чтобы он уже больше не выгадал. Понимаешь? И дальше можешь спокойно уже раз... Я можешь спокойно расслабиться. Понимаешь? Потому что, фактически, мы субъект акта должны контролировать, потому что он не понятно, что хочет. Вот эти возникающие у него вот эти желания и акты, они могут быть просто... Это просто генерация идет, она непрерывным потоком идет. Вот на волосу, ведь актов получается не только эта штука, но всевозможные психологические акты... Все подряд, все подряд, все подряд. Все бессознательно. А переживание это что? Переживание это ты я, ты тот. То есть это ты тот, который именно чашку поднимает? Нет. А кто? Чашку поднимает себе как? Ну ты его управляешь каким-то образом. Да. Но чашку он поднимает, я, например, не могу контролировать многие акты и действия. Например, красивая девушка, если она передо мной появилась, то она должна у нормального человека вызывать сексуальное влечение. Правда? Я же не могу его контролировать. Ты хочешь сказать, что такое о Валене? Валене это тоже переживание. Хитеры могут запереживать. Я же рассказывал, какие бывают в Валене. Вот. Вот, например, ты как-то сейчас сидишь, у тебя как-то вот рукава лежит. Там, там, ноги. Ты еще об этом думаешь специально, как ты управляешь? Это акт автоматичный. То есть это тоже, что ты себе управляешь? Это автомат. Понятно. Понятно. Я понимаю. Есть генерация электричества, а есть сети. Понятно. Потому что у тебя идет некий поток желаний. Генерация. Поток действий. Не просто действий. Не просто желаний, в смысле. Поток генерации действий. Вся полнота жизни, условно. Происходит некая жизнь. А я, это контролирующий надзорный орган, он может только контролировать, осекать и, может быть, усиливать. Я не знаю. Ну, да. Некая воля власти. Да, да, да. Воля это и есть переживание. Ну, почему тогда он объект переживания? Ну, я так назвал его, я не знаю. Просто... Ну, есть виды субъекта, субъект власти. Вот у тебя идет такой непорядочный поток каких-то там желаний. Или машин желаний. В общем, субъект переживания, потому что я его получил, как и без переживаний. У тебя там 500 машин желаний работает одновременно. Ты должен с ними как-то навести порядок. У тебя больше работает. У тебя там что-то переваривается. Их торс течет. Тебя в жар бросает, в холод бросает. Привести. Привести. Сидишь пикриво, там позвоночник тебе не мешает. Там что-то еще, руки куда-то надо положить, глаза, там очки лежат на носу. У тебя знаешь сколько? Одежда, это же все иннервируется там. У тебя, на самом деле, действий происходит немедельно. Просто там тысячами, наверное. Просто те действия, которые мы приняли называть действиями, как пойти и платить, это просто, это отдельные только действия. Действий происходит очень много. Наверное, осознаваемые? Да. Вот действий происходит очень много. Вся полнота непознаваемого, это неосознаваемого. Вся полнота вот этой бессознательной жизни, вся вот эта вот и называется суть. Не сама полнота этой жизни, а вот некий как бы субъект, если может так выразиться, он не один их может быть много. Который вот всем этим управляет, да, вот как вот эта вот некая есть генерация. Может быть, этим субъектом со своей стороны еще кто-то управляет. Я имею в виду там причинно-следственная связь. Вот иногда же говорят, что человек не свободен на каком основании? На том основании, что внешние причины, среда, внутренние причины им управляют. То есть возникают какие-то внутренние потребности, допустим, попить, поесть, и человеком эти вещи управляет. На самом деле, действительно так. Но управляют они не нами, не я, а субъектом вот этих актов. Они им полностью управляют, а он на самом деле подчинен. Всем этим законам природы. Другое дело, что есть вот этот контролирующий я, оно откуда возникло? Я его произвожу из того, что при определенном эволюционном этапе просто необходимость общежития потребовала, чтобы каждый человек ограничил свою свободу. Ради того, чтобы свободная совместная жизнь была возможна. И вот этот контролирующий надзорный орган, единственный способ эффективно осуществлять надзор, если каждый человек сам за собой будет следить, да? Вот этот надзорный орган он появился. На каком основании он мог появиться? Он мог появиться только на основании переживаний. Потому что я вот уже объяснял, у животных тоже переживания и акты разнесены. Но они у них одновременно происходят, а у них вот это вот разрывание. А у нас этот разрыв появился, и на основании вот этого того, я могло появиться только в том месте, там. То есть, тут еще важно заметить, что вот эти переживания у животных, они контролируют, и у нас тоже так вот, они контролируют работу всего организма. Да, вот, например, страх – это целостная реакция, которая сразу весь организм заставляет действовать. Адреналин выбрасывает, целостная реакция, да, в которой участвует весь организм. Так вот, я научил вас просто с помощью вот этих вот целостных реакций управлять организмом, она перехватила просто функцию управления. То есть, в нами иногда управляют хаотические какие-то вещи, допустим, сильный страх какой-то внешний, да, просто полностью подавляет я. Я уже ничего сделать не могу, просто проваливается в этот страх, и все. Но если страх не сильный, то я остается, и оно еще может что-то успеть сделать, да. Вместо того, чтобы прыгать, бегать, скакать там, как ужаленный орать, я может, например, попытаться там что-то как бы разумное осуществить. То есть, на самом деле, как бы вот это я, которое базируется на переживании, то есть переживание – это его база. Как оно на самом деле работает, это надо дальше понимать, пытаться понять, как оно работает. Оно просто проявляет себя именно в переживаниях, проживаниях вот этих. Оно образовалось, а еще раз говорю, что на определенном этапе, чтобы была возможность совместного общежития. Мне еще просто любопытно, животные же тоже совместную жизнь ведут, например, стаи этих волков. Они как? У них тоже это есть подавление? Конечно, я же думаю, совесть есть, совесть есть. Получается, да. Получается, и у животных, значит, мы недалеко ушли от животных. У любых общественных животных есть совесть. Ну, вот видите, получается, может быть, это общеприродный механизм, на самом деле. То, чем мы кищемся, как я, это общеприродный механизм. Вот в чем проблема состоит. И тогда, на самом деле, если это на самом деле так, и если на самом деле эту теорию использовать в практике, я думаю, если она действительно правдивая, надо проверить ее на практике, так это или нет, то тогда, если она правдивая, да, можно, на самом деле, мне кажется, дальше так двинуться сильно. Особенно в размере манипулирования людьми Потому что получается, людьми надо манипулировать эмоционально Никаких других способов манипуляции, кроме как через эмоции-то, и нет То, что мы наблюдаем всегда на футболе, где на самом деле эмоции Или в толпе какого-нибудь, когда демонстрация, где эмоции управляют массами Это на самом деле просто реальный Это не просто случайность, что вот эмоции перехлыкся Иначе никак не управляется это Это и есть единственное управление И если ты хочешь другим человеком управлять, надо давить, оказывается, на эмоции Вот в чем проблема это состоит Это манипуляция людьми на самом деле Вот простая есть вещь Просто потому что я это то самое, которое окунается в эмоции Оно сделать уже ничего не сможет Эта эмоция придет из меня, она я подавит и все Например, эмоция страха там Или эмоция там, ну в этом смысле Какая-нибудь другая удовольствие Поэтому на самом деле секс, который приносит удовольствие И поэтому он правит миром Легко и понятно, сразу становится Ну ладно Ну ладно, секс только у четыре Ну ладно, ну ладно Просто это же Дело не в том, что это супер какая-то сложная теория Может было бы додуматься и без всякого-то рассуждения Ну просто если удастся одновременно Строго философски, да, как бы основательно Доказать вот эту вот раздвоенность субъекта А с другой стороны, как бы мы знаем из практических каких-то вещей, что это так На самом деле может быть построить мостик такой, знаешь От классической философии к новой философии И показать, как плавно перешла философия Потому что не так получилось, что вот Была классика, ее какие-то уроды разрушили Да, и сразу это И сейчас типа философии никакой нет Типа там Про Фуко какое-то стихотворение Вот было на Вещере памяти Чернякова Там какой-то парень про Фуко какое-то позорное стихотворение прочитал Я не знаю Жирный Фуко, что-то туда-сюда, там, не понимая Там трудно передать, это же просто какое-то бахамное стихотворение Ну вот Был настолько увлечен переводной камерой, что он ничего не помнит Чем это был увлечен? Просто люди считают Там большой зал, тебе надо было Что то, что творится сейчас с философией, а именно Для меня, например, это же важно, на самом деле Они считают, что то, что творится с философией, а именно вот эта вот постклассическая, как бы постмодернистская, да, философия Они считают, что это какой-то провал, что это как бы какой-то этап деградации философии А на самом деле, если субъект раздвоен, то это не деградация, это просто неизбежный вывод Просто философия просто двинулась дальше, вот и все Она не стала стоять на месте, ну субъект раздвоился, чего? А на самом деле, вот заметьте, когда субъект раздвоился Как только Бога убрали с него, сразу субъект раздвоился сразу выяснилось, что их два пока был наверху Бог и субъект был единый было правда, а нет? потому что субъект, на самом деле если думать, это юридический термин субъект взялся из юридических практик и вообще говоря это слово субъект оно всегда использовалось в юридических практиках чтобы как-то пояснять, кто виноват кто ответственный кому вменяется в вину использовали слово субъект во всех законах и так далее потом это перешло как бы философию везде на самом деле сейчас у нас ведь тоже есть если ты вступаешь в правовые отношения ты становишься каким-то субъектом юридическим то субъектом или там физическим лицом или юридическим лицом если ты его организовываешь и так далее то есть это на самом деле чисто юридический термин какое отношение это имеет к реальности если ты юридический термин но поскольку перед Богом люди все отвечали то существовала общемировая юристистика ты ответственный перед Богом ты был субъектом перед Богом Бог как Бога не стал ни перед кем отвечать ты распался на несколько субъектов сразу появилась бессознательная которая тебя гнобит сразу ответственность на которой можно все свалить естественно да я хочу сказать это не самое что я вам скажу в этом месте я вам скажу я вам скажу Продолжение следует...